привет ребятушки вновь скажи вот посмотрите какой я красивый теперь вот видите какой я чистый пахучий да вот пахучий девчонки и мальчишки так ребятушки ладно хочу с вами поделиться только что ко мне приехала моя зрительница она сама из москвы и привезла гостинку я вам хочу показать вот сколько она мне привезла этот парень вот конечно для тебя вот такое вот она мне привезла масло матроны с этого с данилов с даниловского монастыря по если я правильно аж 5 штучек леночка спасибо вам огромное спасибо большое я буду теперь самая здоровая это свеченая водичка барами тебя взяла ну и конечно же зефир она смотрит мои видео и знает о том что данил мой очень сильно любит зефир зефирка вот такой вот бандюр зефир с клюквой вот такие вот пряники с вареной сгущенкой и вот такие вот пряники шоколадные вот такая вот вкусняшка леночка михаил огромное вам спасибо спасибо вам за за вашей гостинцы вау ну вот как но вот как говорите вы сахар нельзя но вот как никак никак приходится греши спасибо вам ребятушки спасибо мне так приятно я вообще-то я даже не ожидала и вообще это моя зрительница она наш вышла как-то на мою юлю и в общем они списались в инстаграме и я даже какое-то время не знала и вот сегодня мне так совершили такой сюрпризик приятно все не от того что там не доедаю не допивая просто вот приятно когда человек уделил капельку внимания и даже вот сегодня разговаривали и она мне сказала что ей до этого монастыря от ее дома нужно было ехать 60 километров и человек поехал для того чтобы мне купить вот это масло скажите это оно дорогого стоит все-таки когда человек уделяет тебе внимание теперь я полная сил энергии эмоций привожу себя в порядок и буду собираться к врачу и потом вам расскажу ребята только что вот прочитала чисто случайно уже выключила и смотрю я трудилась как пчела постирала убрала и теперь не унываю ем зефир и отдыхаю прям стишок сегодня про меня ребят постирала куртки помыла окна постирала собаку высох короче вот теперь вот видите это доктор же написал это мой доктор сделал мне прописание теперь ешь танец зефир и отдыхай во все пошла ставить чай и буду принимать зефирную таблетку мы уже приехали в такси мое заведение любимое я хожу сюда чаще чем в ресторан все ребятушки пошла сейчас зайду порчу оля и потом расскажу уже что куда и почему ребятушки все вышло от доктора что продолжают дальше лечиться выписали еще одни новые антибиотики продолжаем пить еще две недели точно так же нужно ездить каждый день на перевязке самой сказал сказал ничего не трогать не знаю конечно как все это будет выглядеть после химиотерапии естественно что никуда не смогу не выехать ничего потому что каких то несколько дней это просто катастрофа сегодня рано вроде бы и сухая и все да но немножечко все равно не так как бы этого хотелось сказать что расстроена это ничего не сказать но вот сегодня он уже сейчас ребят я выйду так вышла на улицу потому что там врачи стояли и сейчас бы прицепились почему я без маски сегодня уже начал меня в общем обрабатывать о том что мне очень сильно нужно как можно быстрее поставить порт во вторую ключицу у меня уже своего рода аж началась истерика он начал меня успокаивать я не знаю как то самопроизвольно ну я же говорю что меня просто уже вот это вот вчера сегодня уже потихонечку кроет дам ты и много как говорится не надо для того чтобы помыть вот так что не переживай все будет хорошо это все будет под под наркозом ты заснешь и в общем проснешься и все все будет идеально ну не знаю ребята вы знаете и после этого порта такой страх и значит ты понимаешь у тебя такие ужасные вены тот раз намучились когда удаляли да и с каждым разом после химии будет все хуже и хуже ну это конечно это ты ты дураку понятно я все прекрасно понимаю мозгами вот ну ничего не могу поделать вот ну ничего буду брать тебя в руки что делать все расстроены только тем что опять надо ездить что такси интересно что мы будем да ну не спрашивают куда подъехать а просто не спрашивают конечно о том что опять нужно ездить сюда продолжать каждый день на перевязке потому что со мной опять ничего трогать нельзя и вот это вот не знаю что клиника она не совсем находится прям так рядышком с домом и тем более знаете когда после химии ты сам себе не принадлежишь то естественно будет совсем не до обработки швов вот так что как это все будет выглядеть я я пока ничего не могу сказать ничего не знаю вот ну в общем посмотрим выписали какие-то антибиотики я первый раз слышу такое чтобы антибиотик пился или две недели все ребятушки ой будем собираться мы домой сейчас все горит все в фонариках правда уже так плохо видно пальмочки в общем на улице теплым просто неизвоверное тепло круто вот видите вообще сейчас супер сейчас будут прогуляться вдоль набережной теплым ну так вот именно комфортная скажем так температура и где-то на бережку моря бокальчик сангрии короче дурень думкой богатеет все ребятушки я вам рассказала что да как так что я вас всех целую я всех обнимаю всем крепкого здоровья но у меня самые крутые и самые лучшие спасибо вам за все целовакую обнимашечки и до встречи